так всем привет у нас сегодня понедельник время 9 утра почти я только что отвезла костью садик сегодня мы немножко стали попозже мы немножко попозже приехали в садик сразу после завтрака к 9 утра воспитательницы удивились как мы необычно пришли но все потому что у меня три дня выходных но не просто выходных не их не просто так далее короче отгуливаю я свои переработанные часы я сейчас хочу съездить в один магазинчик я погуглила и вроде как он еще существует я была там очень очень давно еще когда жила в берлине с родителями то есть где-то наверное это был 2005 год когда я там была и там была такая одежда знаете как сказать этот турецкий магазин и там были неплохие вещи приятные цены абсолютно как такая простая простой магазинчик но тем не менее тогда в том 2005 году там я для себя могла всегда что-то интересненькое найти какие-то интересники и кофточки из неплохого состава ткани шарфы что там еще у них было платьишки простые летние не помню вот сейчас уже что в общем там чего только не было он довольно таки маленький магазинчик неприметный я не знаю столько лет уже прошло я не знаю как я уже сказал погуглила вроде он существует сейчас мы туда с вами поедем и посмотрим что-то 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ореховый соус мне очень нравится именно вкус вот этого орехового соуса кокосовое молочко нам еще понадобится вот у меня здесь такая банка и в общем то все начинаем готовить обжариваю куриную грудку до золотистого цвета затем добавляю туда овощи и выдавливаю ореховую пасту вот это вот у меня пакетик такой готовый уже залила все это кокосовым молочком сейчас доведу до кипения и наш подлив готов вот так вот очень быстро очень вкусно и просто получается такое блюдо и вот он уже готовый обед на столе и еще у меня были креветки я решила сделать на быструю руку фунчозу вот такой вот горячий салат с креветками овощами тоже очень вкусно так ну что всем снова привет у нас уже начался второй день моего маленького отпуска я только что отвезла костью в садик стою сейчас напротив магазина лидл хочу зайти туда кое-что подкупить я очень люблю ходить в магазины продуктовые вот так вот именно рано в 9 утра 8 9 когда они только открылись особенно в лидл мне нравится заходить потому что там все так все полки ровненько все разложено все наполнено все такое свеженькое такое приятное даже вот для для глаз приятно посмотреть на по ходу видео мы расскажу вам одну печальную новость которую я узнала вчера вечером поделюсь с вами этой новостью печальной когда буду дома все таки и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кориандр купила, еле как его нашла Везде петрушка, укроп Кориандр последняя упаковочка была А когда мне нужна петрушка Всегда я путаю И быстро беру Несмотря ни глядя, беру кориандр Хотя мне нужна была петрушка То есть кориандр вечно под рукой Все время такой закон подлости Помидоры купила Так, что тут еще? Брокколи Куриные ножки Я сегодня собираюсь варить супчик И мне очень нравится Даже вот так просто в соленой воде Отваривать куриные ножки И есть их с салатом Просто и вкусно Рыбка Паприка Я сегодня хочу делать гуляш С паприкой Поэтому Мясо на гуляш Конечно же взяла Две упаковочки Сегодня будет суп и гуляш Я сделаю так, чтобы мне завтра не готовить Приготовлю сразу побольше Также завтра у нас в садике Праздник 8 марта Который посвящен Поэтому мне надо будет в садик На чаепитие съездить На концерт Завтра будет день без готовки Так Два банана взяла На перекус Взяла масло авокадо Такое вот Вкусненькое Мне нужен был гель для душа Поэтому в ангиботе В Лидоле было 3 штуки Всего 3 евро Взяла Такое себе Еда коту Одна банка Вторая банка Что у нас тут еще? Авокадо На салатик пойдет Так Цукини были такие Хорошенькие В Лидоле мелкие Взяла 3 штучки Так Это гуляш Вот При помощи Соус буду делать При помощи Вот такого пакетика Так И еще у меня закончилась Умывалка для лица И мне срочно Какая-то нужна Поэтому я взяла Вот такую Вот Самое обычное Фитнес-студию Фитнес-студию В которую я хожу Закрывается Вчера висело Объявление Что Обанкротилось Или как это сказать Инзольвенц Анмельдовать Они должны И Ну да Наверное Это обанкротилось Фитнес-студию Нету Ни денег платить Долги Платить налоги Государству В общем Закрываются Они в ближайшем Будущем Я эту Фитнес-студию Помню Очень давно Еще наверное Мне лет 15 Было Когда мы приехали Сюда В Германию И Представляете Сколько Много лет Она существовала Да Это маленькая Фитнес-студия Не все Тренажеры Конечно Есть Были Которые Хотелось бы Мне Например На которых Хотелось бы Мне тренироваться Но Я скажу Этого Было Вполне Достаточно Для меня Был просто Огромнейший Плюс Этой Именно Этой Фитнес-студию В том Что она Находится Прямо Напротив Через Дорогу Через Дорогу К моему Дому И ее Закрывают Как только Я туда пошла Это какой-то Как будто Сглаз Знаете Как только Я влилась Уже Немного В этот Режим Я немного Себя Уже Начала Чувствовать Более Менее Комфортно Ее Закрывают Я не могу Даже В это Поверить Как бы Мне было Очень удобно В 5 вечера Выбежать На часок На полтора Потренироваться Прибежать Домой Очень Жаль На этой Печальной Новости Я буду Сегодняшнее Видео Заканчивать Всем Спасибо За просмотр Всем Пока Пока Увидимся В следующих Видео